Солнце поднимается из-за горизонта только тогда, когда Чак Норрис открывает глаза. Приветствую вас, меткоглазые кроты! С вами Федорович, а в этом видео я вам расскажу про великого, бессмертного, непобедимого и невероятного Чака Норриса, а также покажу его реальные бои. Но я должен сразу вас предупредить, все, что с вами случится после этого видео, уже не моя ответственность. Ведь когда Чак Норрис засовывает два пальца в розетку, свет пропадает во всем городе. А что будет, когда он появится на ваших мониторах, я даже не могу представить. Ведь это именно он убил Мертвое море. Будущая легенда, имя которой боятся произносить даже боги на Олимпе в Суе, родилась 10 марта 1940 года в Оклахоме. Чаки и его два брата росли в полунищете, потому что их батя, будучи автомехаником, жестко бухал. Ведь он еще не знал, что когда Чак выпивает бутылку водки, пьяной становится бутылка. Кстати, в школе Норрис не выделялся ни умственно, ни физически и был среднестатистическим пацаном. Когда ему было 16 лет, родители окончательно развелись и у него появился отчим, который и привил ему любовь к спорту. Несмотря на то, что Чак мог забить гвоздем молоток. В 18 лет после долгих поисков военкомата, который усердно от него скрывался, Чак все-таки пошел в армию и попал на базу в Южную Корею, где решил заняться дзюдо, ибо других вариантов просто не было. Ведь даже мастер Йода, услышав пару слов от Чака, возвысился на новый уровень и улетел на Альфа Центавру. Но на первых же тренировках Чак травмирует плечо, что заставляет его отдыхать, гуляя по острову. Кстати, когда его укусила кобра, после 5 дней мучений она все-таки сдохла. А эти прогулки оказались полезными, ведь он увидел тренировку мастеров Тансудо и решил также им заняться. Два года службы Чак усердно тренировался и в Америку уже вернулся с черным поясом. Это при том, что домой самолет летел на Норрисе. По возвращению Чак пошел работать на авиазавод и продолжал тренироваться. Затем, осознав, что он настолько крут, что может довести до оргазма даже резиновую женщину, Чак создает свое боевое искусство и называет его Чун Кук До, которая, конечно же, вобрала в себя все лучшее и убрала все лишнее. А в 1963 году он открывает свою первую школу, а через год вторую. Ну а сейчас я вам покажу реальный бой Чака с реальным мастером джиу-джитсу Риксоном Грейси. Несмотря на то, что это видео чуть не уничтожило весь Ютуб, мне удалось его вам показать. Вот только что потом будет с вами, я не отвечаю. На первых секундах боя Грейси повалил Чака и заставил его сдаться, после чего Норрис решил заняться также и джиу-джитсу. Ведь он не подвластен времени, у него даже нет часов. Это время, спрашивает у Чака, сколько нужно показать. В 1965 году Чак отправляется на чемпионат всех звезд по карате, где становится победителем, после чего набирает размах и к 1968 году уже имеет 32 школы по всей Америке. В этом же 1968 году он принимает участие в чемпионате мира по карате, который выигрывает. И это неудивительно, ведь слезы Чака лечат все болезни, но он настолько крут, что никогда не плачет. А бой из этого чемпионата мы с вами сейчас посмотрим. Продолжение следует... Продолжение следует... Как видите, все происходит так быстро, жестоко и невероятно, что камера просто отказывается показать всю кровожадность этого события. Поэтому мы видим только супер прыжок противника и крутой удар в живот, который противник Чака даже не почувствовал, но это и не нужно, ведь это наверняка техника смертельного касания Диммак. И рано или поздно мужик умрет, пускай даже и от старости. После этой феноменальной победы Чак не отдает звание чемпиона последующих 7 лет. И это неудивительно, ведь если Чак хочет поиграть в GTA, он просто выходит на улицу. Но на этом же чемпионате мира Чак разрешил судьбе сделать ему подарок, и он знакомится с Брюсом Ли, который в 1972 году предложил ему сняться в фильме «Путь дракона», с которого и начался рассвет телевидения, ведь в нем появился Чак. Кстати, в одном из интервью Норрис сказал, что если бы ему пришлось реально драться с Брюсликом, у него бы не было шансов. Но мы-то знаем, что он это сказал лишь ради дружбы, ибо нельзя победить того, кто может убить циклопа между глаз. Чак снялся в огромном количестве фильмов с одинаковым сюжетом, а его эпогеем стал сериал «Уокер. Техасский рейнджер». В середине 90-х Чак владел несколькими казино, а в 1996 году открыл в Москве ночной клуб-казино Чак Норрис Энтерпрайз Беверли Хиллз. Но чтобы в него попасть, нужно было перебить ребром ладони 10 силикатных кирпичей. Поэтому его успех понятен. Последний фильм, в котором Чак разрешил всему миру преклониться перед телеком, стал «Неудержимые», в котором собрались все авторитеты боевичков. После этого и по сей день он пропал с экранов и новостей. На самом деле Чак Норрис уже давно умер, но смерть боится ему об этом сказать, поэтому он продолжает вызывать у сигарет рак фильтра и каждое утро доходить до горизонта. А если серьезно, то у него очень больная жена, лечением которой он занимается, продолжает тихую и размеренную жизнь в своем уединенном огромном доме в лесу. Ведь имея состояние в 70 миллионов долларов, которые он заработал на фильмах, казино и рекламе, он может спокойно жить. Ведь даже овцы считают Чаков Норрисов, чтобы уснуть. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео с друзьями. А в комментах напишите, кто бы победил в реальном бою. Чак Норрис или Брюс Ли, или бутылка сивухи. Благодарю за просмотр и настойчивости в Чакаровках. Защита! Нога же, дядя, раз-два! Переваривайтесь! То вы любого человека, вот я могу двумя пальцами взять у человека вот так вот кадык достать, понимаете? Не напрягаясь. Могу ребро вот так вот просто взять вот так вот и ребро вот достать у человека. Этим ребром ему хоп и глаз выколоть, да? Как бы ни отходим от этого образа, представляем, что мы медведи. Субтитры сделал DimaTorzok